Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я хотел бы поговорить с вами о дополнительных способах поддержки бизнеса и граждан во время экономического спада. Мы полагаем, что сейчас государство могло бы ввести такие меры поддержки, как сокращение сроков камеральных налоговых проверок. Мы говорим о всех камеральных налоговых проверках, но, конечно, в первую очередь имеем в виду налоги, по которым налоговая инспекция, государство должно возвращать суммы налогов бизнесу и гражданам. Это НДС и налог на доходы физических лиц. Давайте сначала поговорим про НДС. Сроки камеральных налоговых проверок по НДС в 2018 году сокращены с 3 до 2 месяцев. При этом изначально Госдума предлагала сократить срок камеральной налоговой проверки по НДС до 1 месяца. Но по информации средств массовой информации, Федеральная налоговая служба ВАЛАПРОТИВ утверждала, что за 1 месяц они никак не могут справиться с проверкой документов налогоподвельщика. Сейчас прошло 2 года и премьер Мишустин хвастается, как эффективно они наладили контроль за налогом на добавленную стоимость. Мишустин говорил, что НДС это самый справедливый налог в Российской Федерации. Федеральная налоговая служба обеспечила самые маленькие разрывы по НДС чуть ли не во всем мире. Мы, конечно, рады за правительство, за государство, но хотели бы отметить, что на самом деле эффективность налогового контроля по НДС это бремя для налогоподвельщиков. Во-первых, редко кто из компаний не побывал на так называемых комиссиях ПНДС, где компании с пристрастием допрашивают о том, почему такая маленькая сумма ПНДС уплачивается в бюджет и почему такие большие вычеты. Кроме того, компании обременены очень большим объемом электронной отчетности. То есть нужно представить налоговую инспекцию, все счета фактуры и входящие, и сходящие для того, чтобы они были заведены в автоматическую систему контроля СКНДС-2. Кроме того, обращаю ваше внимание, что компании обременены также ответами на автоматические требования, которые поступают из этой автоматической системы контроля. Требования, конечно, автоматические, но компании отвечают на них вполне себе вручную, и это очень существенное бремя для бизнеса. По сути дела НДС требует отдельного учета у налогоподвельщиков и отдельного бухгалтера или даже нескольких бухгалтеров. Мы считаем, что пришло время, когда государству необходимо поделиться результатами этой эффективной работы, поделиться с налогоподвельщиками. Мы предлагаем сократить срок коммеральной налоговой проверки по НДС и срок возмещения НДС до одного месяца. Мы считаем, что это вполне реальный срок для того, что налоговая инспекция вынесла обоснованное решение, справедливое решение в большинстве случаев. Кроме того, по НДФЛ сейчас сроки проверки декларации по НДФЛ составляют 3 месяца. В том случае, если налогоподвельщик заявляет налоговые вычеты, это имущественные налоговые вычеты, инвестиционные налоговые вычеты, в лучшем случае налог будет возвращен налогоподвельщику летом за прошлый год. То есть задержка составит примерно 6 месяцев. Почему? Потому что сначала налогоподвельщик собирает информацию, подает налоговую декларацию в течение 3 месяцев, а потом налоговая инспекция проверяет еще 3 месяца эту декларацию, эти данные. Но мы считаем, что 3 месяца для проверки налоговой декларации по НДФЛ – это избыточный срок. Если кто-то заходил в свой личный кабинет, то понимает, что налоговая инспекция обладает всей необходимой финансовой информацией о доходах и расходах налогоподвельщика для того, чтобы вынести решение по налоговой декларации очень быстро. Я удивился, когда в последний раз заполнял налоговую декларацию по НДФЛ в личном кабинете. Там даже и заполнять-то ничего не надо. Там все доходы, расходы, вычеты уже есть. Необходимо поставить галочку, что ты с ними согласен, и подписать эту налоговую декларацию, просто лишь заявив соответствующий налоговый вычет. Кроме того, информация по операциям с недвижимостью, если мы говорим про имущественный налоговый вычет, содержится в госорганах, поэтому всего лишь навсего необходимо обменяться информацией Федеральной налоговой службы и с органами регистрации. Все у государства уже есть. Ну и даже если мы говорим о том, что есть какая-то недостающая информация, то согласно нормам налогового кодекса, налоговая инспекция получает эту информацию по требованию в течение 10 рабочих дней. Хорошо, 5 дней на запрос, 10 дней на получение информации, 5-10 дней на обработку, и вот в течение месяца уже можно вынести решение по возмещению НДФЛ. Мы считаем, что по сути дела трехмесячный срок на камеральную налоговую проверку это так в кавычках узаконенная форма пользования денежными средствами налогоподвижника государства. При этом удивительно, что когда налоговая инспекция использует этот срок даже тогда, когда не нужно, то есть все мы сталкивались с тем, что возмещается налог в последний день срока, ну или ближе к нему, никакого процента налогоподвижника за это не получает. Если я гражданин, у мой НДФЛ уплачен в бюджет в 2019 году, то возмещение, вычет я получу всего лишь через 6 месяцев, в 2020 году государство все это время пользуется моими деньгами, которые принадлежат мне по праву. Мы полагаем, что в этом случае при позднем возврате налога необходимо, чтобы государство выплачивало процент за использование денежных средств налогоподвижника. Мы полагаем, что это будет справедливо, поскольку при даже небольшой задержке налога при уплате в бюджет начисляется процент, а при более длительной просрочке так еще и штрафной процент, который по сути дела в два раза больше, чем процент центрального банка. Мы полагаем, что ситуация должна быть выправлена таким образом, чтобы государство также начисляло проценты при более позднем возврате налога налогоподвижнику по сравнению со сроками, когда их налог уплачен, то есть с концом налогового периода. Таким образом, уважаемые коллеги, мы считаем, что предложенные меры по сокращению камеральных налоговых проверок до одного месяца и начисление процентов при более позднем возврате налогов было бы справедливой мерой. Спасибо, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok